Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Какие цветы лучше посадить под зиму? Я настаиваю на том, что посадить, не путайте с понятием посеять. Меня лично это немножко волнует, когда люди говорят, посеял, а на самом деле сажал под лопату. Отличается то, что сеются семена, а сажаются растения с корневой системой, чтобы не было путаницы. Мы с вами об этом уже много рассуждали. Я рассказывала как-то, как сеять, в какую упору. Это вы все сможете найти и воспользоваться моими рассказами и советами. А сегодня я хочу познакомить вас с какими-то общими понятиями, чтобы каждый раз вы не листали, не открывали интернет или какую-то литературу. Общие принципы будут такие, что вы должны понимать и учитывать особенности погодных условий вашей местности, в которой вы проживаете и в которой занимаетесь садоводством, огородничеством. И поэтому то, что касается посева, то посевы мы делаем так, чтобы растения не успели прорасти, потому что их нежные проростки просто-напросто замерзнут. И трудно, конечно, ориентироваться по погоде, но, как правило, это будет ноябрь месяц, потому что в ноябре уже иногда бывают легкие заморозки, которые такой корочкой покрывают землю. Но для посевов это не страшно, потому что это же не весна, когда зима длинная, холодная и почва простывшая, остывшая очень глубоко. А за лето и короткую осень земля прогретая, несмотря на то, что нам кажется, что похолодало. И большой плюс то, что достаточно влаги. Конечно, грядка, куда вы будете сеять семена, должна быть подготовлена заранее, перекопана, сорняки, крупные всякие вкрапления, все это убрано, разграбано, мелкие комочки должны быть. Не должно быть крупных комков, потому что если большой привалит, то как оно там зайдет, это маленькая семечка. И в принципе, если мы сеем какие-то семена, они должны быть сухими, и мы при этом полив производить не будем. Посадки. Когда мы сажаем осенью, это тоже замечательная пора, потому что, во-первых, мы экономим наше время весной, которое бы мы тратили. Ну и еще для многих культур предпочтительнее посадка осенью. Для каких культур? Мы должны понимать, что, вот так вот ориентироваться, что те растения, которые зацветают либо рано весной, либо в конце весны, в начале июня, значит, предпочтительнее посадить их с осенью. Но это не совсем вот получается под зиму, как звучит в названии, потому что для разных культур мы подбираем сроки и учитываем их особенности. И если говорят иногда, там пишут, что и пион можно сажать, и остильбу можно сажать, большая разница, пион и остильба. Пион мы должны пересадить, если мы его делим. Мы должны успеть его посадить максимально до середины сентября в средней полосе. Ну, если это там северные регионы, то еще раньше, до конца августа. А если где-то южнее, то можно и весь сентябрь сажать. Для чего? Потому что, вы помните, у пиона какое корневище плотное, но не оно играет основную роль. Основную роль играют всасывающие волоски, а это запасающая часть. Там, да, чего-то будет хватать, но без этих всасывающих волосков ничего не выйдет. Поэтому стараемся посадить конец августа до середины сентября. А если взять, например, остильбу, то, в принципе, ничего страшного, если вы ее посадите еще и до середины октября. То есть смотрим особенности этих культур. И замечательно то осенью, что земля теплая и достаточно влаги. Поэтому один раз при посадке пролили, если вдруг нету дождей, или они были давненько, и для того, чтобы запустить старт, и для того, чтобы почва обняла эти все маленькие корешочки, чтобы не было пустот. Значит, сначала мы там уплотняем землю, либо лопатой, либо ногой, в зависимости от размера нашего высаживаемого растения. И проливаем. И все. Сверху там замульчировали. И ждем весны и красоты. Другие культуры, которые все непременно мы будем сажать, это вы знаете. Это, конечно, луковичные. Всеми нами любимые тюльпаны, нарциссы, гиацинты, многочисленные мелколуковичные, мускари, сцилы, подснежники. Все мы их сажаем в октябре месяце. Вот весь октябрь – это ваш. Сажайте в любое время, сначала и до конца. И если почва подготовленная, то, несмотря на вот такие вот практически строгие рекомендации, например, тюльпан, можно и даже в мерзлую землю воткнуть, и все с ним будет хорошо. Потому что в почве на глубине 5 см, а это та глубина, на которую мы будем сажать тюльпан, ну, как правило, 3 размера луковицы, и пусть это будет даже там, если луковица первого разбора крупная, то это будет 10 см, вот там почва еще длительное время будет оставаться теплой и не замерзшей, и этого будет достаточно для того, чтобы происходило укоренение, но не было роста. Ну, тюльпан – такая культура, которая справится со всеми невзгодами, спасибо ей. А возвращаюсь к тому, что еще можно сажать из крупного. Из крупного подойдет посадка деревьев, особенно тех, которые в нашей полосе вполне себе устойчивые. То есть не надо бросаться за какие-то теплолюбивые, там, например, орех грецкий высаживать, а вот наши любимые яблони, груши, некоторые сорта слив, пожалуйста, сажайте. Ну, при этом, конечно, мы осматриваем корневую систему, чтобы не было повреждений, чтобы хороший был ком земляной, чтобы не было вот такого, что болтаются корни, и они уже обсохли. Это очень плохая история. Если такое вам предстоит приобрести, купить, или кто-то вам там подкинул, то лучше отказаться от осенней посадки, отложить ее на весну и выбрать хороший посадочный материал. Сажаются кустарники многочисленные, как плодовые, так и декоративные. Это и смородины, крыжовники, жимолость съедобная. И те же правила. Растение должно быть здоровым, без повреждений, с хорошей корневой системой. Снова же мы поливаем, снова мы мульчируем, чтобы эта влага сохранялась и тепло сохранялось, для того, чтобы происходило укоренение. Растения, те, которые неукорененные, посаженные в эту осеннюю пору под зиму, это грозит им тем, что они зимой вымерзнут. Потому что благодаря корневой системе растения переживают зиму. Образуются особые условия. И если даже нам не кажется, что растение вот такое стоит застывшее, практически замерзшее, то нет, там все происходит как положено, они живут. Да, процессы транспирации заканчиваются, но все происходит там, нацелено на то, чтобы растение не замерзло. И еще одно такое неоспоримое правило, что при посадке любых деревьев, кустарников, многолетников, надо удалить все листья, чтобы они не отвлекали на закладывание корней и не повышали транспирацию. Хотя вроде бы, если вот уже ближе-ближе к ноябрю месяцу, листики и сами отвалятся. Но бывает, что из питомников растения приходят там в определенных условиях более таких теплых и нежных, и они еще слиствуют. То есть еще происходят физиологические процессы, которые этот лист не заставляют его улететь. Поэтому держится листик, мы его обрезаем. Ибо упавший на землю без нашей помощи, он тоже будет служить источником каких-либо, не дай бог, инфекций. Если рассуждать еще про посев многолетников, то обратите внимание на те многолетники, которым требуется стратификация. Чтобы не мучиться самому и не мучить семена в холодильнике, и не отвлекаться весной, не тратить свое драгоценное время, значит мы их сеем также на подготовленные грядочки. Сеем немножко глубже, чем если бы мы сеяли у себя в парнике или весной на грядке, потому что нам надо понимать, что они будут подвергаться воздействию низких температур. И увеличиваем количество посеянных семян, увеличиваем не то чтобы на половину, но на процентов 30. Если бы мы в горшочек выкладывали 10 семян, то тут мы посеем 30 семян, потому что те слабые семена, те, которые не совсем здоровые, но нам это невооруженному глазу не видно, они непременно уйдут в мир иной, а те, которые самые стойкие, самые здоровые, они пройдут процесс стратификации и весной дадут дружные всходы. Как правило, для большинства культур подзимний посев семенами, он очень оправдан еще в плане того, что рассада получается закаленной, здоровой и меньше подвержена различным заболеваниям, а естественно и нападению, когда растение ослаблено, то и нападению различных вредителей. Поэтому у подзимнего посева достаточно много плюсов. Это экономия времени, это более здоровый материал, и большое количество материала можно получить путем посева, потому что когда мы покупаем деленочки, то одну-две мы себе позволим, а семенами получается много, потом еще можем сами бизнес делать. Вот ориентируйтесь на такие мои рекомендации, и все у вас получится. Всего хорошего, до новых встреч!